Москва после инцидента Су-24 ждет от высшего руководства Турции извинений, возмещения, ущерба, а также наказания виновных. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. По его словам, атаку на свой самолет Россия расценивает как предательство. А все случившееся серьезный повод задуматься, кто на самом деле борется с террором, а кто только на словах. Резкие заявления глава государства сделал в Кремле на встрече с иностранными послами. Дмитрий Кочетков подробнее. Церемония вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца прошла спустя двое суток после трагедии в небе Сирии. Никаких попыток Анкары разрешить ситуацию до сих пор нет. Эта тема стала главной выступлением Владимира Путина перед дипломатами. Президент дал жесткую оценку действиям турецкой стороны и сформулировал ключевые условия для возобновления диалога. Мы считаем абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнеров и союзников по антитеррористической борьбе. Имею в виду инцидент со сбитым турецкими военно-воздушными силами российского бомбардировщика. То, что произошло два дня назад в небе над Сирией, противоречит здравому смыслу и международному праву. Самолет был сбит над сирийской территорией. При этом до сих пор мы не слышим ни внятных извинений с высшего политического уровня Турции, ни предложений по возмещению вреда и ущерба, ни обещания наказать преступников за содеянные преступления. Создается впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик. Мы сожалеем об этом. Главным вызовом всему мировому сообществу остается терроризм. Путин привел шокирующую статистику. За 10 лет в мире совершено более 100 тысяч терактов. И только в этом году погибло более 32 тысяч человек из 67 стран. 32 тысячи для сравнения это население небольшого города, например, Углича. Как заявил президент, позиция России в отношении терроризма всегда была твердой и ясной. С этим злом нужно бороться бескомпромиссно, последовательно. Считаем, что любые попытки обелить терроризм, потворствовать террористам, должны рассматриваться фактически как соучастие в терроре, соучастие в преступлениях. Напомню, что именно пассивность ряда стран, а зачастую и непосредственное пособничество терроризму, собственно и привело к возникновению кошмарного феномена так называемого исламского государства. Террористов, их незаконную торговлю нефтью, людьми, наркотиками, произведениями искусства, оружием не только покрывали и покрывают, но на этом кое-кто продолжает и зарабатывать, причем зарабатывать сотни миллионов и миллиарды долларов. Не секрет, что именно для Турции запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» стала выгодным экономическим партнером. По неподтвержденной пока информации, зарабатывает на перепродаже контрабандной нефти сын президента Эрдогана Белал, владеющий танкерным флотом. Западная коалиция долго закрывала глаза на автомобили с нефтью. По оценкам экспертов, террористы получали от этого преступного бизнеса как минимум 10 миллионов долларов в неделю. Деньги шли на подготовку новых терактов. Сейчас по нефтяным колоннам бьют российские штурмовики. Позиция Москвы для борьбы с терроризмом надо объединить усилия всех стран. Хотелось бы надеяться, что после теракта против российского авиалайнера в Египте, трагических событий во Франции, жестоких массовых убийств в Ливане, Нигерии, Мали, придет понимание необходимости объединения, наконец, усилий всего международного сообщества в борьбе с террором. Рассчитываем, что, наконец, будет сформирована действительно широкая международная антитеррористическая коалиция, которая выступит скоординированно как единая мощная сила и, в частности, поддержит действия российских военных, осуществляющих успешные операции против террористических группировок и структур в Сирии. Будем настойчиво продолжать наши попытки договориться со всеми партнерами, в том числе в рамках венского процесса. В последнем раунде переговоров венской группы по проблеме сирийского урегулирования приняли участие представители России, США, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, Турции и других стран. По традиции президент говорил сегодня и об отношениях России с каждым государством, чей посол вручил ему верительную грамоту. Обращаясь к дипломату из Израиля, Владимир Путин заявил о намерении продолжать обмениваться информацией в сфере борьбы с терроризмом.